Когда я только приехала в Берлин три года назад, я ехала в метро. Четыре человека как купе. И с нами была девушка с особенностями ментального развития. Вокруг были немцы. И она очень громко включила телефон, нестерпимо громко. И я видела, как незнакомые с ней наши попутчики, немцы, соседи разговаривали с ней. Они могли с ней разговаривать. Они говорили ласково, но твердо. Она сделала телефон потише. И немцы как бы начали передавать друг к дружке. И не было никаких проблем ни для нее, ни для меня, ни для них. Вообще очень часто говорят, что Берлин, Германия, Европа. Это место, где живут какие-то фрики, где много сумасшедших на улице. Любят этим заниматься наша пропаганда. Среди фриков действительно много людей с особенностями ментального развития. И в этом нет никаких проблем ни для меня, ни для окружающих. А в России такого не видела. Мы хотим поговорить об этом с Верой Шенгелия, попечителям фонда «Жизненный путь». Благотворительный фонд «Жизненный путь» оказывает комплексную помощь взрослым с особенностями развития. Вера, здравствуйте. Здрасьте, Оля. Здрасьте. Вы сейчас занимаетесь, меня совершенно поразила эта тема, про то, как у людей, у которых случаются срывы или какая-то госпитализация, у них отнимают, например, телефон мобильный. При госпитализации, например, я не знаю, в ПНИ, наверное? Нет, нет, в ПНИ не госпитализируют. Кажется, что это такая терминология, которая никому, кроме моих коллег, не интересна. На самом деле это очень важно. Я всегда всегда обращаю на это внимание журналистов, когда они говорят, например, пациенты ПНИ или госпитализированы в ПНИ. Это очень важно понимать, чтобы, собственно, с этим бороться. Психонерологический интернат – не медицинское учреждение. Психонерологический интернат – это социальное учреждение, это вместо дома. Государство как бы говорит человеку, вот ты не можешь жить дома в силу своих каких-то особенностей, или мы не придумали тебе никакой поддержки на дому. Поэтому мы предоставляем тебе вот такую социальную услугу – проживание и поддержка в ПНИ. То, что в России они превратились в такие тюрьмы, ну и во всем мире, когда они были, они всегда были тюрьмами, это проблема как бы тоталитарного института, как тотального института, как это в социологии называют. Вот. Поэтому ПНИ не госпитализируют. А тот случай, про который вы говорите, это была действительно психиатрическая больница, и туда действительно госпитализировали моего друга. При том, что он, в общем, сам ночью понял, что ему страшно, у него началась паническая атака, он сам просто доехал до больницы, сказал вот, здравствуйте, мне очень страшно, мне плохо. И его положили в больницу. Но положили так, как кладут в России за металлическую дверь, без возможности кому-нибудь позвонить и сообщить, где он, отобрав, в общем, у него все вещи и телефон. И, собственно, день для меня начался довольно удивительным образом, потому что я увидела СМС-ку, что я поехала в Гадышкино, у меня паническая атака. И я позвонила в Гадышкино, мне говорят, а вы кто ему? Я говорю, я не кто. А я говорю, тогда мы вам никакой информации не дадим. И я поняла, что я оказалась в довольно удивительной ситуации, потому что если бы, например, этот человек не доехал до Гадышкино, а, я не знаю, покончил жизнь с самоубийством по дороге, то у меня нет никакой возможности про это узнать, добрался он вообще до места или не добрался. Поэтому мне еще долго пришлось сражаться, я придумала написать официальный запрос, оставить телефон, оставить контакты и так далее. В общем, тогда мне сказали, наконец, что да, мы вам не скажем, что с ним, но такой человек, по крайней мере, у нас есть. Вот тогда я, собственно, повезла передачку и написала записку, чтобы хоть как-то его поддержать. Вообще удивительно, больница имени Гадышкина имеет прямое отношение к Светлане Гадышкиной, которой известный, великий российский правозащитник, и при этом права в клинике Гадышкина как-то очень далеки от нормальных. Вы знаете, это не так, на самом деле, однозначно, потому что больницы имени Гадышкина сейчас, по крайней мере, считают, ну, я не знаю, там, передовой или не передовой, но я точно знаю, что у них довольно много практик, там, я не знаю, социальной реабилитации, такого персонализированного подхода и так далее, что в целом, и я даже знаю, там, двух врачей, которые, ну, выглядят довольно профессиональными, амбициозными, очень симпатичными ребятами. Я думаю, что это, как бы, это не проблема какой-то конкретной больницы. Психиатрическая больница, неважно, Гадышкина или не Гадышкина, она же такой слепок, как бы, все системы, в которой она находится. И, ну, я не знаю, любая женщина, которая рожала в каком-нибудь российском роддоме, да, там, самом простом, или, например, если у вас когда-нибудь заболевали пожилые родственники, и вам приходилось их класть в какую-нибудь обычную больницу, то наверняка знаете, что эта власть медицинского работника, она в целом вообще довольно сильная. И вот это патерналистское отношение, и вот это, там, что дед обоссался, да, ну, 94-летнему человеку, не знаю, профессору, да и даже не профессору, а просто чьему-то любимому дедушке, да, почему мы так разговариваем, потому что что, как бы. Вот, и в этом смысле психиатрия просто еще больше этой власти имеет, да, потому что гастроэнтеролог хотя бы не может тебе телефон отобрать, а психиатр может. Вера, в последнее время очень много говорят о психиатрологических интернатах. Ну, один из фильмов Юрия Дудя был посвящен кусок вот этой части, да, в Порохове, Росток, я уверена, что все смотрели. Периодически вылезают какие-то скандалы, вот последний раз скандал с принудительной стерилизацией людей с особенностью ментального развития. То есть эта тема как-то все время, я сейчас на виду, ну, вы стали в этом месяце лицом обложки Форбс, тоже, знаете, поздравляю тут. Мы говорим о том, что эта тема стала очень важна, но ничего не меняется или меняется? Ну, не меняется таким способом, как нам бы хотелось. Сверху большим указом или приказом о реформе интернатов и так далее. Но зато меняется другим способом, таким низолым. Я в него, если честно, больше верю, потому что, ну, вот вы видели Росток и Порхов в фильме Юдудя. Это мой любимый, на самом деле, проект. Я всегда про него везде рассказываю. Очень люблю Лешу Нихалюка, который, кстати, придумал. Довольные на свободу вышли. Они показывают совершенно удивительную вещь, которую в каких-то других проектах сопровождаемого проживания не так заметно. Они показывают, что любая свобода лучше не свобода. Потому что они же... Это все Порхов, крошечный город, Псковская область довольно депрессивный. И у них какая-то альтернатива. Человек, выходя из детского интерната, может поехать во взрослый интернат. А это все-таки государственная институция, кирпичный дом, вода горячая, что там, еда гарантированная, ну, вообще как-то туалет теплый. А может выбрать то, что предлагает им Михалюк. А Михалюк ему не предлагает никаких райских условий. Он предлагает им такие же условия, в которых живут местные жители. Маленькие домики деревянные, дом 12 квадратных метров. Вот мы были, там навещали парня. Сортир на улице, печка. А люди выбирают ровно это. Потому что это их собственное. Свобода. Потому что это там, где ты свободный. И потому что там, где ты можешь делать выбор. Мы видели парня, которого Михалюк вытащил. Ну, такого, как раньше вы сказали, с умственной отсталостью. Такого очень простого. Считать не умеет, писать не умеет. Но при этом в деревне всем помогает. Вот у него этот крошечный дом в своей доме. Туалет на улице, маленькая печурка. И Михалюк помог ему этот дом купить. И стоило этот дом, по-моему, 150 тысяч рублей, чтобы не собрать. Ну, то есть, просто сарайчик. Это такая вот половинка чего-то. И вот что этот человек делает? А до этого сколько Леша потратил на это силы? То есть, он там 5 лет жил в тренировочном доме. Научился там, не знаю, в магазин ходить. Там штаны себе покупать. То, сё, пятое-десятое. Потом вот переехал вот в этот отдельный домик. Чуть-чуть там, значит, обжился. Вот что он делает первым делом, как у него что-то появилось? Он сначала едет туда и забирает на эти 20-12 квадратных метров свою сестру из интерната. Потому что он-то свободный, а душа у него всё это время рвётся, что сестра там. И забирает сестру. Они там начинают жить вдвоём. А потом ещё через год он едет и забирает девчонку, в которую он был влюблён, весь детский интернат. А ещё через год она ему рожает ребёночка. И они его растят и живут все втроём на этой квартире. И социальные работники помогают, все помогают. Он работает, все работают. Растёт ребёнок в семье, любимый. Это всё происходит не потому, что кто-то в правительстве объявил реформу интерната. Потому что люди видят, что есть такие формы жизни, как в интернате, которые не совместимы с человеческими достоинствами. И есть люди в России, которые не могут это терпеть. И поэтому эта реформа очень медленно. Но она движется вот так. Конечно, ей очень тяжело двигаться. И не потому, что у нас малый сил или денег. Потому что у нас нет закона о распределённой опеке. Что такое распределённая опека? Распределённая опека – это такая форма поддержки человека, который не может сам принимать все решения в своей жизни, которая позволяет эту поддержку распределить между разными участниками. Чтобы привести пример. Это вообще везде есть. В любой стране это есть. Вот, например, как в интернате это устроено? Директор интерната – опекун всех недееспособных жителей своего интерната. Ну, их обычно, я знаю, 70%. Вот я, кстати, опекун ребёнка, моя дочка старшая, под опекой. И это очень серьёзное и очень ответственное дело, я должен, наверное, сказать. А вот директор интерната, например, может быть опекуном 700 человек. Но это же невозможно. Да, и вот как он может, не знаю, успевает ли он посмотреть, у всех ли у них не выпала пломба, всем ли сделали профилактический осмотр, все ли из них счастливы. Не думаю. Кроме всего прочего, там есть ещё одна странная вещь. Директор интерната сам опекун своих людей и сам поставщик социальных услуг. Ведь это же он поставляет услуги. Проживание, сопровождение, социальной реабилитации, психологической помощи. И вот он их сам заказывает и сам поставляет. Ну, в целом, это как бы, вы понимаете, вы, как человек, который много работал с бизнес-тематикой, что так не бывает, это конфликт интересов. Поэтому придите в любой интернат, вы увидите, 30-летние парни ни одного зуба. Девочки бритые все под нашим. Какой опекун потерпел бы такое по отношению к своему ребёнку? Что говорит распределённая опека? Она говорит, давайте распределим опеку. Давайте, например, за финансовые операции будет отвечать, пусть там тот же директор, а, например, за здоровье и ещё какие-нибудь решения другого характера будет отмечать соседка. Она всю жизнь любила этого мальчика. И даже не соседка, а мама, которая не справляется. Очень часто же бывает, что ребёнок живёт, ну, там, взрослый ребёнок живёт в интернате, а мама его там навещает каждую субботу. Но она ничего не может поделать, потому что она не опекун. Да? Закон о распределённой опеке говорит, давайте разрешим распределять опеку. А сколько таких людей в России? Я видела цифру 150 тысяч людей с особенностями ментального развития. Нет, Оля, 150 тысяч – это взрослых людей с ментальной инвалидностью, проживающих в психоневрологических интервентах. То есть на самом деле гораздо больше? Конечно, конечно. Мне страшно задавать этот вопрос. Правда, страшно. Ну, я думаю, что многие смело в голове задают, и его неудобно произнести. Но ты же постоянно наверняка сталкиваешься с этим вопросом, когда тебе это или в лоб спрашивают, или в комментариях пишут анонимно. Ну, а зачем вообще этими людьми заниматься? Они же никакой пользы не приносят. А уж тем более, зачем вам вступать в брак? Зачем вам заводить детей? Зачем вам плодить себе подобных? Как прости за этот вопрос, но куда ты денешься от него? Ну, нет, нет, он хороший вопрос. Я как раз, вот я когда была помоложе, я так всегда злилась на такие вопросы и говорила, ой, если надо объяснять, то не надо объяснять. А сейчас, наоборот, жалею. Надо было больше про это говорить раньше, начинать, и было бы лучше. Я думаю, что, ну, наверное, много каких-то ответов существует. Я вот могу сказать, как я для себя и для своих детей на этот вопрос отвечаю. Мне кажется, что то, что мы делаем, борясь за права людей с инвалидностью, с ментальной инвалидностью, мы делаем не из жалости, а из борьбы за достоинство, в том числе и моё собственное достоинство. Вот, поэтому мне кажется, что то, что мы делаем, мы делаем не для себя. Да, я как бы сделала всё для того, чтобы в момент, когда я пополню группу людей с инвалидностью, всё было готово. В мире, в котором, если у меня родится ребёнок с синдромом Дауна или аутизмом, я буду знать, что его возьмут в школу. Вот, поэтому мне кажется, что это не борьба, это не борьба, как бы, это не жалость к людям с инвалидностью, да, это не борьба за их какое-то исключительное право. Это борьба за очень разнообразный, принимающий, достойный мир, в котором я бы очень хотела жить. Не хотела бы, чтобы дети мои дни росли. Вот, поэтому вот я так на этот вопрос отвечаю. Я не знаю, какую должность тебе предложить, не знаю, министр здравоохранения или сразу президент, или давайте поговорим с Богом, или поймаем золотую рыбку, лампу с джином, и у тебя есть возможность всё изменить в этой системе. Как бы ты её построила? Золотая рыбка, я хочу, чтобы. Да, к сожалению, такого ответа на этот вопрос не существует. Я очень часто его сама себе задавала и думала, вот интересно. Вот, не знаю, вызвал бы меня сейчас какой-нибудь, не знаю, премьер-министр или мэр, или кто-то, и сказал бы. Ну, ладно, вот вы, Шенгелия, здоровы критиковать, а вот, как бы, хотите починить? Вот. И я подумала, что нет, что не хочу, потому что, ну, мне кажется, что нельзя починить такую локальную вещь, что для того, чтобы всё починилось, очень много всего должно произойти. Сменяемость власти, сила местной, муниципальной или, там, региональной власти. Ощущение, что ты вот перед вот этим человеком отвечаешь. Вот за этот интернат, который тебя интересует, вот ты прям вот местом своим, вот перед этой бабушкой отвечаешь. Пресса свободная, да, и так далее. Это поразительно. Когда меня спрашивают про реформу тюремной системы, я говорю, легко, но сначала реформа власти, и, конечно, свободные выборы, свободная пресса, и общественный контроль, а потом уже всё остальное. И тут то же самое. То есть, всё-таки мы всё равно упираемся в выборы, и, простите меня за банальность, демократию. Ну, мне кажется, что да. Мне кажется, что люди должны своё участие чувствовать и иметь свой голос. Мы сейчас в Панди очень стараемся над этим работать. Я ужасно этому радуюсь. Я как-то не заметила, а уже к нам пришло какое-то количество людей, которым 30 лет, которые на 10-15 лет меня младше. И они пришли, и первым делом говорят, что же мы за фонд такой? Вот мы занимаемся правами людей с ментальными особенностями, а у нас даже в нашем совете фонда даже нет ни одного человека с инвалидностью ментальной. Как же так может быть? Они же у нас не представлены. Мы же узурпируем их права и за них говорим. Мы должны давать им голос. И мне так это понравилось. Я думаю, господи, какая стыдобая. Столько лет говорю про старый активистский слоган «Ничего для нас без нас». А в своём собственном, значит, у себя под носом не разглядела, что мы действительно... Вот. И мы сейчас очень много говорим про то, что нужно давать голос, чаще брать интервью. Знаете, в Берлине много разных фондов. Есть один дружится на мне, хороший такой замечательный ЛГБТ-фонд. Они недавно рассказывали мне про смену правления очередной, там, выборы. Рассказывают не только мне, но и другим людям. Говорят, а вот у нас раньше были в основном, собственно, геи, лесбиянки. А вот сейчас у нас есть там два трансгендера, такой и такой. Значит, есть неопределившиеся, есть ещё вот это, вот это, вот это. И тут мой знакомый гей спрашивает, говорит, слушай, а геи-то у вас в правле не остались? А я говорю, нет. Вот. Я хотела спросить то, о чём, я думаю, переживали очень многие. Это же была такая эпопея, вот, и до сих пор мурашки, про мальчика Гора. Про мальчика Гора, который вы вывезли лечиться, в конце концов, в Лондон, на две операции, на одну, на вторую. Очень тяжёлый мальчик, который, слушай, он такой красивый и такой быстро всё схватывающий, с таким поразительным умом. Действительно, это был какой-то сериал, и потом его всё-таки усыновила женщина Фатима. Как у него дела? Ну, я теперь как-то аккуратно, потому что у него теперь есть мама, и у него подросток, и, в общем, границы, и всё такое. Ну, коротко отвечу, что очень хорошо. Вот. У меня есть возможность немножко за ним наблюдать. Вот. Они у них очень хорошая семья. Всё хорошо. Это очень здорово, но в этот момент, когда вся эта эпопея происходила, вы писали о том, что, оказывается, есть и практикуется, в общем, довольно давно во всём мире, диагностирование и оперирование внутриутробное, когда происходит беременность, и докторы видят, что ребёнок может родиться с большими особенностями в развитии, эта операция возможна и делается. Я вот сейчас думаю над тем, что медицина развивается, 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 а вы говорите о том, что при этом людей с особенностями становится всё больше, больше, больше и больше. Как же так? Медицина развивается, но она в том числе и диагностирует лучше. И огромное количество диагнозов, в которых мы раньше ничего не знали, просто не знают. Считали, что это тоска, или что кто-то дурит, или ещё что-то, или что вот он просто такой родился. А теперь мы знаем диагноз, и название уже дали этому диагнозу. И с той точки зрения, с которой мы занимаемся я, с такой очень социальной, тут важно не что диагнозов, например, становится больше, не что людей с этим диагнозом становится больше, а то, что для нас это всё меньше и меньше значит. Мне кажется, что моя работа, она скорее на это. Совершенно всё равно, что у вас за диагноз и как он называется, гораздо важнее. есть ли у вас всё для того, чтобы вы могли реализовывать свои права, учиться, работать, влюбляться. И если у вас родился ребёнок с особенностями ментального развития, это не мешает ни вашему счастью, ни счастью ваших детей. Да? Да, да. Я, правда, много успела поездить и в Америке, и в Европе. Неудивительным образом нигде не увидела прямо совершенно идеальной системы. Вот такого, чтобы родитель ребёнка с особенностями говорил, у меня вообще никаких проблем нет. Это всегда родитель, который требует много поддержки очень. И не только финансовая. Это всё-таки ещё такое совершенно определённым образом устроенное сообщество вокруг него, которое должно включаться и работать. И мне кажется, что важнее этого вообще ничего нет. Я это в первый раз поняла. И это, кстати, удивительным образом, что я занимаюсь правами людей с ментальной инвалидностью. А если бы меня спросить, при взгляде на кого у меня больше всего сердце разрывается, я бы сказала, что при взгляде на молодых матерей. И вот когда женщина, когда у неё появляется ребёнок, я не знаю, например, её муж проводит месяц с ней в декрете, но это ещё в лучшем случае. Потом уходит на работу, и даже если у неё есть няни и бабушки, а если нет, так тем более, нас оказывается в очень одиноком положении. Вот. Я вот очень хорошо помню, что когда у меня появилась моя первая дочка, ей было 5 года, когда мы забрали, когда я её забрала из дома ребёнка, и у меня, я жила на окраине, в таком окраинном районе, и там было принято, во дворе друг друга все знали, и было как-то очень принято как-то там собираться или вот что-то такое, и я выходила с ребёнком во двор, там были такие простые, совершенно были такие простые женщины, вот. Я помню, что они меня прямо как-то облепили таким плотным кольцом поддержки и помощи. Вот они как-то поняли, что, ну вот, что я такая какая-то неопытная, и у меня сразу такой ребёнок полуторалетний, что я в такой растерянности, и я так хорошо это помню, они со мной ни о чём не разговаривали, как бы вот никаких таких вот глубоких каких-то бесед, не говорили мне, какая ты молодец, усыновила ребёнка, ничего такого, просто была какая-то такая вот поддержка присутствия. Вот. И это было, конечно, классическая локал комьюнити, да, поддержка. И потом, когда моя там одна подруга родила в Англии, в Лондоне ребёнка, то я увидела, что ей прям в роддоме дали телефон, и это было просто вот местное сообщество женщин, которые, она позвонила, сказали, да, 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 вот мы как раз женщины с маленькими детьми из вашего квартала, наш там следующий сбор завтра в 4 часа вот на такой-то детской площадке, мы вас ждём. Вот. И всё. И тут же она вот получила эту поддержку. Вот. Так что мне кажется, что это тоже важная часть. Да, важна там финансовая поддержка, да, важно законодательство, важно там, поменял ли общество свои такими. Но видеть, что у тебя на личной клетке живёт соседка с ребёнком с особенностями, что ей нужна просто твоя улыбка и поддержка, да, а не там отвёрдный ты взгляд, мне кажется, это тоже очень важно. Вера, а мы стали лучше, мы стали добрее? Не знаю, думаю, были вроде ничего, мне кажется. не знаю, мне кажется, мы и были ничего. Нет, общество, общество готово, готово это всё принять и и вот просто передавать, не знаю, в метро, в поезде, в самолёте, просто на улице человека с ментальными особенностями. Говорит, а вот лучше дорогу перейти в это место. Пойдём парень, я тебе помогу. ой, девчонка, бантик хорошенький, давай, вот я помогу тебе купить мороженое, не знаю, как. Ну, понимаете, там же это какой процесс? Это же процесс не про то, что мы вдруг в один момент все станем добрее и развернёмся лицом к нашему, значит, соседу с синдромом. Это же так устроено, как бы, как бы, мы перестанем прятать людей в психонерологические интернаты, их станет больше на улице, станем больше пандусов строить, больше выйдет людей на колясках, больше выйдет людей с инвалидностью на улице, мы их чаще будем видеть. Чаще будем видеть, быстрее привыкнем, привыкнем, перестанем пугаться. Потом твой же собственный сын скажет, ой, у нас вот такой необычный мальчик в школе, ты же не будешь говорить, не подходи к нему, ты же тоже не дикарь. Вот. Ну и так, и всё, и люди неплохие, мне кажется, люди просто чего-то не знают и к чему-то не привыкли. Вот. И поэтому. Ну, пусть она рухнут. Опять наша общая тема. Вера, спасибо большое, удачи. Спасибо. Спасибо, Оля. Спасибо.